Вход в торговые центры вне зависимости от площади помещений только по QR-коду и документам, удостоверяющим личность. Исключений здесь нет даже для членов съемочной группы. Проверки торговых точек на соблюдение правил безопасности продолжаются. В них участвуют городские власти, работники Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Нарушителей составляют протокол, который потом отправляют в суд. С 25 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими днями. В это время разрешена торговля только продовольственными товарами и товарами первой необходимости. В первой же точке проверки мы столкнулись с нарушением. В магазине одежды спокойно разгуливали покупатели. Руководство магазина должно предоставить проверяющим «Прискурант» – документ, в котором представлен весь ассортимент торговой точки. Из этого документа должно быть понятно, что 30% товаров являются первой необходимости. В противном случае разрешения на торговлю нет. «Прискуранта» в магазине не было. С точно такой же ситуацией мы столкнулись и поднявшись на этаж выше. Руководство на месте не оказалось, сотрудники же работали, как ни в чем не бывало. «Руководство мне никакого распоряжения попало до этого, я имею в виду 30% этого не было, никакой информации мне не дало. Потому что я пришла на работу, работаю». «Не появился никаких вопросов?» «Ну, мы задали вопрос, что вышло постановление азаровано». «А что вам ответили?» «Ничего не ответили. Сказали, от руководства ЦУМа ничего не было. ЦУМ работает. Поэтому мы вышли на работу, как все сотрудники. Руководство ЦУМа Самары в данном случае совершенно нормально обеспечило пропускной режим на территорию торгового предприятия, у которого площадь составляет более 2000 квадратных метров. Все, проходя, показывают QR-коды и сотрудники сверяют это с удовлетворением личности. Здесь все в порядке. В данном случае осуществляли работу организации торговые предприятия на территории торгового центра, которые не могли этого делать. У них товаров первых необходимостей в прескуранте менее 30%. В данном случае нарушителями являются торговые организации на территории торгового центра. И составлены протоколы были на эти торговые предприятия». Физические и юридические лица несут взаимную ответственность за нарушение ограничительных мер. Если выявили покупателя без маски, ответить придется и ему, и продавцу. Протоколы направляют в суд для определения наказания. Системы штрафов разнятся. К примеру, гражданину грозит штраф до 30 тысяч рублей. Предприниматели могут получить предупреждение и шансы справить ситуацию. «А тем, кто сразу не поймет, придется ответить рублем. Причем штрафы внушительные для юридических лиц, они доходят до 300 тысяч рублей. Те магазины, в которых сегодня проходила проверка, свою ошибку поняли. И буквально через несколько минут после проверки к ним уже не попасть». В ходе проверок обращают внимание и на наличие у продавцов и покупателей масок, антисептиков в магазинах и соблюдением покупателями социальной дистанции. Элементарные правила безопасности помогут избежать распространения коронавирусной инфекции. Однако самым действенным способом защиты остается вакцинация, напоминают медики, и призывают самарцев отказаться от посещения общественных мест, а использовать нерабочие дни, чтобы сделать прививку от опасного вируса. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.